Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Ольга Курунова, и я рада вас приветствовать на своем канале. Ну что, мои дорогие друзья, у меня снова посылка, снова распаковка посылки, посылки сюрприза, посылки подарка. Это два вот таких пакета, пакета с пряжей. Посылка в этот раз мне пришла из Ленинградской области Сибилевой Натальи. Наталья, прошу прощения, если неправильно назвала вашу фамилию. Огромное спасибо за сюрприз, за сюрприз посылку. Наталья мне написала, что у нее есть пряжа Дива, с которой она не подружилась. Поэтому она мне с радостью со мной поделилась, зная о моей любви к этой пряже. Ну что, мои дорогие, приступим к открыванию нашей распаковки, нашей посылки. В первом пакете, здесь, сейчас я его распакую. Ой, какие замечательные шоколадки, да? Да, это шоколад, посмотрите. Питерский шоколад. Фабрика Надежды Крупской. Такая прелесть. Большое спасибо, Наталья. Спасибо за сладкие подарки. Обязательно. Их даже открывать, честно говоря, жалко. Вот такой красивый шоколад. Так красиво упакован. Я еще буду долго любоваться, прежде чем открыть. Спасибо за вкусняшки, за приятности. Наталья, сама того не зная, подарила мне, прислала мне посылку. И она ко мне пришла именно в день моего рождения, 4 октября. Это было очень приятно и очень здорово. Спасибо большое, Наталья. Так, ну и следующий артикул, который у меня... Ну, это сейчас мы открываем с вами Диву. Пряжа Дива. Вот, 5... Раз, два, три, четыре, пять. Правильно я считаю? 5 мотков вот этой замечательной пряжи. Цвет у нее 463. Я бы назвала, наверное, это мятный цвет. Вот он прям передается вам сейчас на камеру, так, как он есть в жизни. Я специально подальше держу, потому что, наверное, если я ближе поднесу, он будет от камеры отсвечивать и давать немножко другой цвет. Вот такой замечательный цвет. Цвет, повторюсь, номер 463. Это, конечно же, летние изделия, это летнее платье, это летние блузы, это летние майки. Диву я люблю. Спасибо большое, Наталья. Замечательная пряжа. Мне нравится Дива. Я люблю Диву. 5 мотков хватит даже на платье. Классный цвет. Очень. Вообще, девчонки, вы в последнее время дарите мне именно те цвета, которые мне очень нравятся и которые я очень люблю. Люблю я или мои девчонки. Спасибо вам большое за внимательность, за то, что вы все понимаете. Еще один. Одна упаковка Дивы. Одна упаковка и плюс еще один моток. Вот такой вот цвет, цвет какой-то пыльной розы, да, как он называется. Это цвет номер 354. Вот, 6 мотков. Да, даже партия одна и та же. Вот 6 мотков такой пряжи Дива. Замечательно. Этот, наверное, цвет понравится моей дочери Кате. Она очень любит все оттенки розового. Она такая амбассадор розового цвета. Ну и помимо... Давайте мы вот так вот сложим это все в красивую корзиночку. Я специально приготовила корзинку, чтобы сложить в нее свою пряжу. И откроем второй пакет. А во втором пакете у нас хлопковая пряжа. Разная-разная. Начнем. Начнем то, с чего я сейчас вижу. Это 6 моточков пряжи, наверное, какого-то бирюзового цвета. Видите, какой красивый нежный оттенок, да? Опять показываю вам подальше немножечко, чтобы вы понимали. Такой бирюзовый оттенок. Это 6 мотков пряжи Лама Классик. Вот такая замечательная пряжа. Вот она. А здесь 100% мереносовый хлопок в 50 граммах 235 метров. Красивый цвет. Его также может у меня Катюшка приватизировать. Потому что ей также нравятся такие оттенки. Ну и мне он уже тоже. Я тоже люблю. Спасибо большое, Наталья, за такую замечательную пряжу. Ой, у меня в этом году столько пряжи появляется. Следующий артикул. Это синий цвет. Синие. Синяя роза. Вита Катон. Артикул роза. 100% хлопок двойной мерсеризации в 50 граммах 150 метров. А вот из этой пряжи, из розы, я очень много вязала детских шапочек. Когда у меня Катя была маленькая, в основном все ее шапочки были связаны вот из такого, из такой пряжи. Пряжи роза. То, что это двойная мерсеризация, хлопок двойной мерсеризации. Пряжа такая плотная, она хорошо держит форму и получаются замечательные шапочки на маленьких деточек. Вот. Спасибо большое. Также из этой пряжи можно связать топы, можно связать майки, можно, в принципе, любые летние изделия. Правда? Так. И вот роза у меня вот такого синего цвета. Есть, что на лето я прям полностью уже, можно сказать, одета пряжей. Роза еще вот такой розовый цвет. Кстати, я не сказала, цвет номер 17. Это вот такой синенький цвет, такой розовый, розово-оранжевый, да, цвет. Цвет номер 39.04. Ой, я неправильно сказала. Это партия 17, а цвет номер 39.37. Вот у этого синего цвета, синего... Синие розы цвет 39.37. Вот у этого такого персикового, кораллового, вот такого цвета 39.04. Замечательная нитка. Я вам не сказала, сколько метров на 100 грамм. В 50 граммах 150 метров. Вот. Два моточка вот этой розовой. Тоже уберем сюда. И роза еще есть три матка. Вот полностью бирюза. Она немножечко отличается вот от этой бирюзы. Она другая. Она голубая бирюза. Это зеленая бирюза, а это голубая бирюза. Вот если можно так сказать. У этой бирюзы номер цвета 39.09. Тоже роза. Это все от пряжи Витокатон. Ой, классно, классно. Есть над чем подумать. Также роза. Вот такой малиновый цвет. Наверное, это малиновый. Сложно мне разбираться в цветах. Это цвет номер 39.34. Яркий, насыщенный, красивый цвет. Так, целая корзина. Вы посмотрите. Наталья, спасибо большое. И вот он, настоящий коралловый цвет. Мой любимый. Я его тоже обожаю. Этот цвет номер 39.05. Тоже два матка. Кстати, вот этот цвет очень хорошо сочетается со светло-коралловым. Вот так вот. Да? Замечательное сочетание. Можно придумать летних маек целую кучу. И навязать их... Забыла технику. Ну вот. Когда вот там зигзагами-то разными вяжутся. Ладно. Вы меня поняли. То есть можно навязать полосатых маечек. Можно навязать мисони. В технике мисони маечек. Я, наверное, так и сделаю. Вот с этим коралловым, с этим розовым. Четыре матка, 200 грамм. Мне, возможно, хватит на маечку. И я свяжу вот такую коралловую майку на лето. Майк много не бывает. Правда же? Спасибо большое, Наташа. Честно, вы меня уже, наверное, приодели. И вот еще один цвет. Кстати, очень сочетается вот с этой розой. Видите, да? Этот чуть посветлее, этот чуть поярче. Классно. Это пряжа. И здесь ее три матка. Сейчас сначала покажу моточки. Вот. Три матка пряжи. Пряжа Астра. Это пряжа из Троицка. 100% мерсеризованный хлопок. Пряжа очень тонкая. Здесь 610 метров на 100 грамм. Вот таких три матка пряжи. Если их сложить в две нити, они будут полный аналог пряжи. Вот эту пряжу. И тоже можно организовать какой-то миссони узор. И будет тоже очень красиво. Я обожаю узоры миссони. Я обожаю, когда идут такие плавные переходы цветов. И рисунков даже. Вот такие плавные переходы. Поэтому, наверное, я вот эту пряжу друг с другом буду сочетать. Здорово. И в итоге мы получаем что? Мы получаем, что Наталья... Ой, какая она тяжелая. Прислала нам целую корзину летней пряжи. У меня больше голова не будет болеть, что связать летом. Вы посмотрите. Целая корзина богатства. Здесь и Дива, здесь и Роза, здесь и Астра. Ну, классный подарок. Наталья, огромное-огромное спасибо. Конечно же, эта пряжа однозначно не будет просто так лежать без дела. Я обязательно из нее что-либо свяжу. А что я свяжу? Вы, конечно же, увидите все на моем канале. Потому что все, что я вяжу, я вам обязательно показываю. Вот такой замечательный сюрприз ждал меня именно в день моего рождения. Это было так трогательно, так приятно. Наталья, от всей души я желаю вам всего самого-самого замечательного. Огромного вам здоровья. Прекрасного вам настроения. Большого женского счастья вам. И всего самого-самого доброго. Ну, а вам, мои дорогие друзья, Большое спасибо за то, что вы у меня такие душевные все. За то, что вы такие... Такие, которые могут радоваться вместе с другим человеком. Радоваться искренне, радоваться с любовью. Большое вам за это спасибо. Ну, на этом я такое маленькое свое видео буду заканчивать. Сегодня я именно хотела с вами просто поделиться радостью. Радостью от того, что у нас есть замечательные люди. Замечательные, добрые, душевные, отзывчивые люди, Которые могут с нами вот так искренне поделиться Почти тремя килограммами пряжи. И это же здорово, что мы с вами на одной волне, Что мы с вами вот такие вот позитивные. Ну что, мои дорогие друзья, я буду с вами прощаться. Всего самого-самого доброго. До скорых встреч. И пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин